В эфире новости телестудии Корочевянак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. В Успеновском сельском округе распахнул в свои двери новый медицинский пункт. Ярмарка вакансий прошла в Аксайе. В Аксайе прошел рейд по социальным объектам для проверки уровня доступности для инвалидов. Продолжаем выпуск телевизионных передач столучих учителей учреждения образования Бурлинского района. Работа по реализации государственных программ идет в стране полным ходом. Одним из результатов одной из программ стало открытие нового медицинского пункта в Успеновском сельском округе. И не случайно это радостное событие состоялось в преддверии празднования Дня медицинского работника. Теперь жители села могут получать квалифицированную медицинскую помощь в новом здании. На торжественной церемонии открытия медпункта присутствовал Аким района Сан-Жар-Алиев. Он поздравил жителей с этим радостным событием, а также с профессиональным праздником медицинских работников. Пожелал им успехов и работать во благо села и его жителей. Чтобы поменьше болезней, чтобы жизнь Успеновского сельского округа протекала без эксцессов, без проблем. Работникам медицинской сферы, врачам, медсестрам пожелать сегодняшний профессиональный праздник здоровья, благополучия, успехов в работе. И чтобы всегда радовались той улыбке граждан, которые получили от вас те или иные услуги в сфере медицины. С праздником! Медицинский пункт оборудован для приема детей от 1 года до 15 лет. Также имеется оборудование для приема женщин. Здесь же будет проводиться забор крови на анализ. Сразу будут определяться и выдаваться результаты анализов на гемоглобин и на наличие сахара. Все это теперь будет доступно жителям села. Одна из задач для нас, республики, для медицины, это оказание медицинской помощи. Чтобы медицинская помощь была стандартизированная. И как глава государства нашего говорил, что в медицинской помощи ответственны не только наши медицинские работники, но и здесь нужна ваша солидарность. Сейчас, на сегодняшний день, мы теперь обучаем наших пациентов, как самим, самому менеджменту оказывать помощь, как самому пациенту следить за своем здоровьем. Численность населения села Успеновка составляет 360 человек. Из них 76 пенсионного возраста. 66 детей в возрасте до 15 лет. Пятеро детей в возрасте до одного года. Я сама по программе с дипломом в село работаю в селе Успеновка с 2013 года. Раньше был старый медицинский пункт. Сейчас вот работаем в новом. В первую очередь рады жители села. А уж потом мы. Мы очень рады. Присутствующие выразили благодарность за радостные события. И все желали друг другу здоровья. Мира Султанова, Тимур Толебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак. Очередная ярмарка вакансий прошла на днях в Аксайе. Организатор мероприятия – Центр занятости населения Бурлинского района и Молодежный ресурсный центр Бурлинского района. На ярмарку вакансий были приглашены более 20 компаний-работодателей. Из них, по словам организаторов, свое присутствие заявили 15. Целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организации образования и молодежи путем непосредственного контакта между работодателем и соискателем. По словам организаторов, на сегодняшний день по району имеется порядка 400 вакантных мест. Ярмарка вакансий проводится как для компаний, так и для соискателей на безвозмездной основе. В основном востребованными являются такие специалисты, как воспитатели, рабочие в крупные компании, к примеру, стропольщики, изолировщики, электрики, а также большой спрос на водителей различных категорий. В данное время представители компании консультируют желающих, собирают резюме. В свою очередь сотрудники центра занятости дают рекомендации по государственным программам, предлагают молодым специалистам различные возможности в сфере предпринимательской деятельности, направляют на молодежные практики, социальные рабочие места, общественные работы. Ярмарка вакансий является одним из основных мероприятий по обмену информацией и отбору сотрудников. На сегодняшний день у нас есть открытые позиции, такие как инженер-технолог, инженер по трубопроводам, инженер по оборудованию. Мы рассматриваем по этим позициям резюме, и буквально более 100 резюме мы уже собрали, и в будущем внесем их в нашу базу данных резюме для дальнейшего рассмотрения в будущем разных позиций. В ярмарке вакансий также было организовано консультирование населения по вопросам занятости населения. Мира Султанова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Члены рабочей группы «Кидервисыск-Келищек. Будущее без барьеров» в рамках рейда по социальным объектам проверили обеспечение доступа на эти объекты людей с ограниченными возможностями, а также его соответствие предусмотренным стандартам и требованиям. В рамках партийного проекта «Кидервисыск-Келищек. Будущее без барьеров» районный филиал партии «Нуратан» совместно с районным отделом занятости и социальных программ городским акиматом представителями общества инвалидов провели рейд. Рейд по доступности социальных объектов города для лиц с ограниченными возможностями. Все граждане имеют равный доступ к социальным услугам и соответствующим высоким стандартам жизни. Это должно быть обеспечено через солидарную ответственность государства, работодателей и граждан. И сегодня главная задача, цель концепции партийного проекта «Будущее без барьеров» это повышение качества жизни лиц с ограниченными возможностями. Высота пандусов, их ширина, наличие и качество поручни, ширина дверей и размер порогов. Эти параметры члены рабочей комиссии проверяли в ходе рейда по социальным объектам. Цель мониторинга – выяснить, насколько социально значимые объекты, здания школ, больниц и государственных учреждений доступны для инвалидов. Детская школа искусств стала одной из первых учреждений, которое прошло проверку. По словам инспекторов, длина пандуса, например, должна быть не меньше метра, а заезды должны быть оборудованы поручнями. Есть стандарты и у входных дверей. Бывают узкие, и колясочники не могут пройти. Во время рейда объекты проверялись не только на наличие пандусов, а также проверки подвергли санузлы в здании. Их соответствие стандартам внутри здания проводились замеры коридоров и проходов. Следующим объектом стала общеобразовательная школа номер 3, где членов рабочей комиссии встретили и направили в общественный фонд «Жаздарен». И это не случайно. Именно здесь при школе номер 3 располагается фонд, который дарит свое тепло и помощь детям с ограниченными возможностями. Члены комиссии здесь говорили не только о ходе проверки, но и сами вникли в работу фонда. В частности, депутат районного маслехата Виталий Ан дал несколько рекомендаций волонтерам, родителям детей, и показал способы массажа. Всего рабочая комиссия посетила три объекта. Детская школа искусств, общеобразовательная школа номер 3, общеобразовательная школа номер 6. По итогам рейдовых проверок выяснилось, что только один из них соответствует стандартам политической доктрины партии Нур-Утан. Из всех трех объектов наиболее самые соблюдаются все стандарты – это средняя школа номер 3. Но подробно сегодняшние итоги рейда будут подведены на заседание партийного контроля в районном филиале партии Нур-Утан. В планах проверить ряд других социальных объектов. Если будут обнаружены нарушения владельцам зданий или строителям, придется заново строить пандусы или монтировать двери. Ведь наше общество должно создавать все условия для людей с ограниченными возможностями чувствовать себя полноценными членами этого общества. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». В рамках проекта «Остаз» Узгирстер Ельщесе продолжаем выпуск видеоколлекции о 100 лучших педагогах Бурлинского района. Елена Николаевна Мищенко – творчески работающий учитель, обладающий природным педагогическим даром. Закончила Куйбышевский государственный университет в 1989 году, ныне Самарский государственный университет. Она, влюбленный в свою профессию человек, мастер своего дела, проработал в школе 28 лет, имеет глубокие разносторонние знания, в совершенстве владеет методикой преподавания предмета. Уроки Елены Николаевны содержательны, насыщены различными заданиями – от простых устных вычислений до сложных расчетов, что позволяет ей заинтересовать учащихся, вовлекать их в поиск, развивать логику мышления, расширяя умственные способности учеников через дифференцированные задания с использованием работы в группах и парах. Учитель применяет различные формы уроков – урок соревнований, игра, КВН, зачет, уроки с использованием электронных учебников. Елена Николаевна, занимая активную жизненную позицию, принимает участие в конференциях, семинарах и конкурсах. – Что значит быть учителем? Ну, это моя жизнь. Я как-то с детства привыкла даже в игрушки играть так, чтобы кого-то чему-то учить, рассаживать кукол и начинать их учить, вызывать доски и так далее. Ну, так случилось, что и как раз судьбу я связала именно с этой профессией. Ну, и я руководствуюсь такими словами Мухтара Ауэзова – добро с неба не падает, добро надо учить. Поэтому наших детей я стараюсь научить добро и дать те знания, которыми владею сама. То есть для того, чтобы они вот именно дружили с математикой, любили математику. И те, кто хочет, действительно связали свою жизнь с этим довольно-таки сложным предметом. В информационно-методическом журнале Западно-Казахстанской области ОСТАЗ опубликован урок решения показательных неравенств. В Республиканском научно-методическом журнале математиков в казахстанской школе опубликован урок арифметическая и геометрическая прогрессия с использованием технологий критического мышления. Учитель, работая над методической темой развития функциональной грамотности учащихся на уроках математики, вооружает учащихся знаниями, умениями, навыками, необходимыми для их будущей жизни. С целью распространения педагогического опыта при областном управлении образования издан методический сборник развития функциональной грамотности учащихся на уроках математики. На своих уроках я стараюсь им показывать именно что-то новое, как это применяется в жизни, как это сделать проще, как решить, достичь решений более сложных задач и так далее. Многие мои ученики принимают участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Но я думаю, что я работаю в полную силу. Я стараюсь. Я стараюсь научить своих детей всему тому, что знаю сама. Елена Николаевна ведет научно-методическую работу, выступает с докладами на областных и районных конференциях. Она делится опытом работы с молодыми учителями, дает открытые уроки, проводит семинары для учителей района. Елена Николаевна является председателем комиссии на районных олимпиадах по математике, входит в районную творческую группу учителей математики. В данный момент она руководит работой методического объединения учителей математики, физики и информатики в школе. Учитель воспитывает устойчивый интерес к математике, ведет профориентационную работу. Ее выпускники работают экономистами, программистами, учителями математики. Елена Николаевна – требовательный педагог, отзывчивый и доброжелательный человек. Обладает адаптивным стилем поведения и педагогического общения. Старается создать вокруг себя доброжелательную обстановку. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, учащихся и родителей. Это были все новости на сегодня. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова